Решите неравенство. Как обычно перед просмотром, жмите паузу и пробуйте решить эту задачу самостоятельно. Рассмотрим два случая. Первый случай, когда x больше или равен нулю. Тогда модуль можно будет раскрыть со знаком плюс. И в результате в левой части мы получим 2 в степени x плюс 2 в степени x. Правую часть пока переписываем. То есть в левой части мы получаем 2 умножить на 2 в степени x. Правую часть переписываем. Делим обе части на 2. Знак неравенства при этом не меняется. И в результате получаем 2 в степени x больше или равно квадратного корня из 2. А квадратный корень из 2 можно записать как 2 в степени 1 вторая. Опускаем равные друг другу основания. И в силу того, что основания степеней больше единицы, знак неравенства для показателей степеней оставляем без изменения. То есть в результате получаем x больше или равно 1 второй. Находим пересечение промежутков. То есть с одной стороны x больше или равен нулю. С другой стороны x больше либо равно 1 второй. То есть x должен быть больше или равен 1 второй. Или можно это записать в виде промежутка. x принадлежит промежутку от 1 второй до плюс бесконечности. Переходим ко второму случаю. Когда x меньше нуля. Тогда модуль мы раскрываем со знаком минус. И сразу все переносим в левую часть. Умножим обе части нашего неравенства на 2 в степени x. И учитывая, что 2 в степени x больше нуля, знак неравенства у нас не поменяется. В результате получаем 2 в степени x в квадрате минус 2 квадратных корня из 2 умножить на 2 в степени x плюс 1 и все это больше или равно нулю. Для удобства сделаем замену. 2 в степени x заменим на t, где t больше нуля. Учитывая, что 2 в степени x строго положительно. Тогда получаем квадратное неравенство вида t квадрат минус 2 квадратных корня из 2 умножить на t плюс 1 и все это должно быть больше либо равно нулю. Приравниваем левую часть к нулю и находим корни квадратного трехчлена. Для этого нам понадобится дискриминант. Или даже будем решать с помощью d1. То есть с помощью d деленного на 4. b на 2 в квадрате будет 2. Минус ас это минус 1. То есть d деленное на 4 будет равно 1. А значит корни будут иметь вид корень из 2 плюс минус 1. Показываем корни на числовой оси. И отбираем корни с помощью параболы. То есть в левой части находится квадратный трехчлен. Его графиком является парабола, ветви которой направлены вверх. А это значит нас будут устраивать значения переменной t слева и справа от найденных корней. Учитывая, что квадратный трехчлен должен быть неотрицательным. Сразу можно учесть, что t больше нуля. Оба корня больше нуля. А это значит нулевое значение переменной t находится левее. А это значит в пересечении мы получаем. Или t больше нуля, но меньше или равно квадратного корня из 2 минус 1. Или t больше или равно квадратного корня из 2 плюс 1. Левая часть двойного неравенства выполняется для всех значений переменной x в силу положительности показательной функции. А для решения правой части двойного неравенства прологарифмируем обе его части по основанию 2. Тогда знак неравенства не поменяется. И в результате мы получаем x должен быть меньше или равен логарифма по основанию 2 от квадратного корня из 2 минус 1. Также логарифмируем обе части второго неравенства по основанию 2. В результате получаем x должен быть больше или равен логарифма по основанию 2 от корня из 2 плюс 1. То есть в результате мы получили объединение двух промежутков. Или x меньше или равен логарифма по основанию 2 от корня из 2 минус 1. Или x больше или равен логарифма по основанию 2 от корня из 2 плюс 1. Теперь вспоминаем, что для второго случая x должен быть меньше нуля. А 0 у нас попадает как раз между этими двумя логарифмами. Действительно, это легко увидеть, если 0 записать как логарифм по основанию 2 от единицы. То есть первое подлогарифмическое выражение у нас меньше единицы, а второе подлогарифмическое выражение больше единицы. Учитывая, что x меньше нуля, выбираем только один из получившихся промежутков. То есть второй случай дает нам промежуток от минус бесконечности до логарифма по основанию 2 от корня из 2 минус 1. Объединяя получившиеся промежутки, пишем окончательный ответ. x принадлежит объединению промежутков от минус бесконечности до логарифма по основанию 2 от корня из 2 минус 1 и от 1 и 2 до плюс бесконечности. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.